так приветствую дамы и господа сегодняшнее видео у нас будет посвящено таким камням под названием хиндостан oilstone значит есть два названия которые путают то есть хиндостан и хиндустан в чем разница значит хиндустан это устаревшее устаревшее название индонезии по моему индонезии короче говоря идея в чем значит в начале двадцатого века начались напряженки с абразивными камнями именно с добычей то есть количество все захотели резко точить и количество абразивных камней которая выпускалась была ограничена потому как выколупывать из горы вошиты арканзасы и т.д. и т.п. просто не успевали под тот спрос который был соответственно надо было чем-то разбавить и причем желательно чего-нибудь побюджетнее придумали выколупывать песчаники и господа на самом деле выпускала хиндостан несколько компаний но по сути колупали также как и арканзасы несколько компаний выпускали вот основные основная компания которая занималась производством хиндостана это была компания нортон значит песчаников компания нортон выколупывала два это был квир крик более грубый и хиндостан более мелкий его задача была по сути заменить скажем быть более дешевым вариантом вошиты так как американцы в общем-то вся идея американского абразивного материала это масляные камни то и соответственно хиндостан позиционировался как масляный камень и в какое-то время то есть где-то в там 70-80-х годах я так понимаю выпуск их полностью закончился потому что их полностью заместили синтетики вот но в собственно по сути то в наши дни я так понимаю господа россияне решили собственно подкупить таких камушков и начать с ними эксперименты ну как недавнее видео было о брутальном заточном разделе ах тот брутальный заточной раздел guns.ru вот я так понимаю что именно тамошние обыватели запустили эти камни в оборот и в общем то несколько оживили скажем дали им вторую жизнь в абразивном мире а все почему потому что они начали работать с хиндами на на воде и с суспензиями и что оказалось что хиндостан сам по себе как масляный камень он достаточно быстрый достаточно тонкий в принципе его уровень работы где-то на уровне вошиты может быть чуть-чуть грубее там зависимости от породы чуть грубее чуть 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 тоньше но то есть это достаточно активный съем металла и т.д. и т.п. но вот самое интересное у нас открывается тогда когда начинается работа с водой то есть притереть камень во первых камень можно достаточно тонко притереть сам по себе со своей суспензией он почти не интересен то есть на на чистом камне это более доводочные операции но там такой неприятный звук проистекает и некоторые хиндостан оставляют такие такие царапки вот которая в общем-то они не фонтан как приятные а на суспензиях его можно отрабатывать опять же на одном камне но градация там если на масле он выдаст где-то в районе 800 тысяч и японских грит вот то на суспензиях его можно играться вплоть до 45 тысяч грит из него выжимать можно какие суспензии на нем наводить но товарищ ултор на нем игрался насколько я помню бельгийцам какой-то нагурой еще чем-то ему кстати помогает нагура понравилась максимальная игрался на нем катикулом я игрался на нем просто делал большую шероховатость игрался на нем ббв-шкой игрался на нем своей суспензией то есть после ббв вполне себе нормально другим куском хиндостана можно навести суспензию на ней играться могу сказать что по ощущению остроты по агрессии даже вошита на мой взгляд не оставляет такой агрессии на это сам поэтому для финиша ножей хиндостан очень интересный камень если опять же в правильных руках вот именно на финише ножей его вполне удобно использовать для стартовых задач для стартовой работы на бритве ну и так как в общем то я для стартовых задач для стартовой работы я также использую индию и тоже на воде это же суспензиями карбидокремния на более тонких этапах вполне себе можно работать хиндостаном вот работать на карбиде кремния хиндостаном я не стал но вот у меня есть камень вот этот 1200 атлантик по моему можно поиграться попробовать значит основная отличительная черта хиндостана это продольные риски его текстуры то есть если вот в данном случае у меня камень фактически коричневый я кстати когда его оттирал я вообще не мог понять что это и потом когда он подсох здесь начали проявляться вот такие вот такие едва ли заметные полосы и я понял что да у меня в руках хиндостан сейчас я попробую навести резкости вот наверное вот они едва едва заметны и более причем этот хиндостан тоньше чем 2 более четко это видно на вот этом представителе он более светлый и мне кажется работает он несколько грубее чем мы темный вот вот такие вот разводики такое он интересного красивого цвета он фактически не просвечивается точно вообще не просвечивается то песчаник это песчаник но это из тех песчаников по большому счету по моему это единственный представитель песчаника который на сегодняшний день а остался и продается б вполне себе применим даже для современных целей современных задач что приятно в хиндостане он всеяден то есть он обрабатывает абсолютно любые стали порошковые не порошковые твердые мягкие он абсолютно всеяден единственное на чем он не мне не понравился и такие же ощущения были у ярослава у тора это на очень мягких нержавейках он не интересен на углеродках на твердых углеродках на порошках он вполне интересен вполне применим и собственно его цена радует потому что он где-то где-то ценится в половину от арканзаса если если хорошую вашиту вот хорошую отборную толковую вашиту это 150 180 до 200 долларов вот то хиндостан в районе 70 80 долларов в отличнейшем прекраснейшем состоянии можно взять поэтому на сегодняшний день я смотрю у меня опыт работы вроде как немножко появилась и этот камень я смог опробовать однозначно камень не для новичков почему потому что для новичков наверное он будет просто достаточно работоспособным для работы с маслом в районе то есть его область применения тысяча там от 800 до полторы тысячи грит японских достаточно мягкий будет ход для работы с суспензиями не все умеют подбирать суспензии и новичкам достаточно сложно объяснять как подбирать суспензии как чувствовать как работать на суспензии и т.д. и т.п. поэтому не совсем я буду рекомендовать такой камень именно вот со старта когда у человека нет опыта заточки хочется попробовать затачивать бла-бла-бла я бы все же рекомендовал начинать с синтетических камней с доводкой на синтетических камнях максимум на арканзасах хиндостан он в общем то интересный он специфический он действительно уникальный он действительно тот камень который останется в заточном сете вот но он требует все же определенного опыта от заточника вот по отличительным чертам рассказал вот пару представителей собственно меня есть как бы эту сторону довел эту сторону еще не трогал да и не буду трогать но в коробке будет лежать доводить его на разных шероховатостях как часто делаю с арканзасами могу показать еще отблеск вот как этот у меня доведенный на причем на сухую на разных шероховатостях его доводить дессмысленно потому что он очень быстро взбадривается даже от суспензии взбадривается и также достаточно быстро затирается вот его вариативность она вот опять же почему он полюбился потому что его вариативность иногда даже больше чем вариативность вашиты то есть если ваш это закрывает несколько синтетических камней на вашите вот начинают работать там сделали какую-то грубую обдирку да и потом спокойно переходят на вашиту то есть все уже геометрия есть дальше начинается этап заточки так вот весь этап заточки средняя заточка тонкая заточка проводится на вашите и потом только идет доводка если мы говорим синтетик то синтетик нам нужен 600 и там какой-нибудь 800 и 1000 вот и после этого мы переходим к доводке с хиндостаном это все делается на одном камне соответственно накупать с этого 100 500 камней не целесообразно он вариативен то же самое как и вашита но в принципе если вашита зачастую как финишник для ножей часто она бывает недостаточной и хочется либо твердую вашиту но тогда у нее нижний порог меньше либо тонкую либо либо грубую вашита но тогда у нее верхний порог меньше и все же хочется какой-то арканзас типа трансляцентного вот для того чтобы или байкалит взять для того чтобы сделать доводку то хиндостан вполне себе может быть финишным камнем при разных суспензиях на нем полностью вот начать работать с маслом смыть масло начинать работать с водой там взять например но так вот чтобы вот так сходу да взять кусочек ббв с катикулом сурик вот еще поработать на ббв поработать на катикуле поработать начисто после этого попробовать навести свою суспензию она скорее всего наведется поработать со своей суспензией и закончить дело без суспензии. Но это все проходит на одном камне. Вот. Все. Вроде все рассказал, чего хотел показать. Ну вот два представителя показал. Отличительные особенности показал. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Продолжение следует.